Ваня, у нас уже сколько вода стоит здесь? Больше недели. Больше недели, да. Я в субботу вызвал водоканал. Они приехали, там колодцы закрывают, труба, значит, глохнет, она шумит. Она сразу прекращает, где-то утечка есть. Но мы здесь пообещали в субботу, в воскресенье пусть с водой будет, в понедельник будем копать, потому что до задвижек идет вода, снизу где-то, знаешь, там подрядчик где делал. Все, я везде. В Акима звонил, 109 звонил, 109 приняли мне хорошо, объяснили, они везде раз звонили, молодцы, хорошо служба работает. Водоканал, значит, позвонил, значит, они приехали, пообещали на понедельник, потом сказали, что не принятый дом, мы не будем ничего делать. Сегодня я с главным инженером письмо, даже я в понедельник занес письмо, чтобы откачали воду и устранили утечку. Главный инженер, я сегодня с ним разговаривал, он тоже мне сказал, дом не принят, мы не будем его... А зачем же тогда деньги вы берете, вы наканчиваете с этих людей? Вы за свет берете, за воду берете, обслуживаете, все берете, обслуживаете, никто не хочет, наши подрядчики, которые на гарантии дом стоят. Я не знаю, наш Акима тоже, значит, я им звоню, они не хотят трубку брать. Ну, мы же для народа служим, Акима тоже за наши народные деньги служит для народа, не хотят разговаривать с людьми. Ну, это же не порядок. Добавить особо нечего, это Иван Антонович ситуацию кратко описал. Выяснилось, что порыв не внутри дома, то есть подрядная организация, которая строила дом, к ней никаких претензий предъявлено не может быть, потому что внутри дома все чисто, все трубы проверены, там все абсолютно полный порядок. Где-то порыв на подводе к дому, труба, которая выходит из колодца, где-то под землей порыв, и вода просто поднимается к нам обратно в подвал. Сегодня позвонили в Акимат, пообещали, что сейчас приедет подрядчик, который прокладывал здесь инженерные сети, но до сих пор его нет, ждем. Да, приехал сейчас служба светстрой, потому что ситуация уже критическая, там до щитка осталось несколько сантиметров. А вот ребята это кто? Это светля наши. 20 светля. Да, они тоже уже постоянно сюда ездят. Что случилось? Ну, что, до входа в этот дом порвало трубу под землей. У нас в доме все нормально, чисто. Мы сами с ними проверяли. Этот лед теперь будете отдалбливать, да, как-то? Да, лед придется отдалбливать. Нас первую воду выкачать, мы вот в сапогах, в болотниках не можем зайти туда. Ну, люди жалуются на влагу, уже влажно. Правильно, потому что оно идет, а у наших возможностей света нет, мы не можем откачать. И даже мы не сможем откачать. Мы насосы привезли, хотели их хоть качать. Ждемся, может быть, тогда подрядчика дает. Я вот сейчас собирался ему позвонить, как раз сейчас отойду, в сторонку позвоню, потому что обещали, что... Мы насосы привезли, сейчас хотели сами отключать, закрыть воду. Ага, а и этот, нету света. Свет отключили, ну, может быть, и правильно, что отключили, потому что если замкнет, тут люди не выйдут. Это аварийный случай, люди поубивают людей. Но дело в том, что я отключить воду даже, пишите письмо, что за порядки такие, а? Ну, понятно, спасибо. Эту водоканала. Спасибо. Дом по адресу Сары Аркадия, Ведров, 16. Вот такая уже критическая ситуация в подвале. Уровень намерзшего льда. И вот вода, которая постоянно пребывает. Воды уже, наверное, сантиметров 30. Порыв не внутри дома. КСК исследовал. Порыв где-то в трубе, в трубе на подводе к дому. Вода бежит из-под земли, поднимается в подвал. Никто ничего не хочет делать. Вот. Высота воды. Чиренок лопаты полностью выходит. Около 35 сантиметров. Большая просьба в этой ситуации разобраться. В ближайший момент, потому что вот там, где горит свет, находится щитовая. Если вода поднимется до щитовой, то последствия будут очень-очень плачевные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова